Мы их собираем, у нас хороший архив детской картинной галереи. Если у вас есть хорошие работы, неважно по какую тему, вы можете приносить в архив детской галереи нашей школы. Хорошо? Договорились? Вот, Людмила Юрьевна сейчас рассказала вам немножко о войне. И я попробую продолжить эту тему. Для вас это, конечно, глубокая история. Это было 80 лет назад. Для меня это как вчерашний день. Я родился после войны, спустя 8 лет. Но я видел Сталинград после войны, какой он из себя был. Я видел фронтовиков, которые вернулись с войны. Они еще были молодые совсем. Мне, моя мама, очень много рассказывала про эту войну. Они жили в Сталинграде. Сталинград это такой город на Волге, который не пропустил фашистов. Моя мама жила, ей было 12 лет. Наверное, как папа, 12 лет. Она училась в пятом классе, в шестой период, в 42-м году. Вот. Ее мама, то есть моя бабушка, да, работала, ну, как в любом городе, да. И вот фашисты, фашисты, эти ужасные люди, да, для которых ничего святого не было, они подошли к Сталинграду. Наши солдаты обороняли. Но фашисты бомбили нещадно Сталинград. Через месяц в Сталинграду были одни руины. Спрятаться практически некуда было. И моя бабушка, и моя мама, еще девочке 12 лет, и соседи, они выкопали землянку, накрыли ее чем-то там, и там стали жить. Потому что кругом все горело. Представляете, горело. И это был второй, 42-й год. Вторая половина года. Октябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Понимаете, они жили около Мамаева Круга. Вы слышали про Мамаева Круга? Там стоит большой-большой памятник матери-героине. Слышали, видели, она стоит с мечом. Были, да, кто были? Вот. Мама жила как раз рядом с Мамаевым Круганом. И до войны они ходили на этот Круган, собирали цветы. Так много раз вот тюльпал. А вот во время войны это стала та самая точка, где сошлись русские воины и фашисты. А мирные жители все были. Кто погибал, кто прятался. И я помню, как мне мама рассказывала. Высунуть голову из землянки невозможно было пули ветерить. Вот так. Вот взрывы. Там взрыв, там взрыв, там горит, там горит, там горит. Это был ужас. И этот ужас продолжался. Октябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь, февраль. Вот в феврале только. И вот как это было. Они же в землянке жили, да? Весь город горел. Все в руинах было. И, понимаете, кушать нечего было. Воды не было. Они кого дали. И только ночью могли бы ползать. Мама говорит, я выползу. Ночь, темно. Где-то летает снаряд, что-то взрывается. И говорит, ползу, да? Там убитый человек. Там убитый человек лежит. Там убитый человек. И ползешь туда, средь разван, ищешь кусочек хлеба. Хотя бы небольшой кусочек хлеба. Или водички немножко. Если дождь пройдет, это было счастье. До лужи доползешь, говорит, наберешь в кастрюльку. Вот этой жижи.